Глава о том, что пришло в отношении заговоров и амулетов. Глава. К ширку относятся ношение кольца, веревочки, вывешивание головы быка, глаза волка, старые сандалии, покрышки от колеса, какие-то тряпочки, какие-то надписи, рыбы или льва. Да, кладут дома или в машину разного рода подковы, черные тряпочки или надписи, как «глаз того, кто глазит, не будет господствующим», да попадет пруд в глаз того, кто глазит, о, тот, кто заходит домой, попроси благословения за избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Меня сглазили глаза людей, а Господь трона спас. Братья, если некоторых людей спросить «ты многобожник?», отвечает «нет». Хорошо, то, что ты делаешь, удивительно. Вешают дома или в машине или на животных голову быка или глаза волка или голубые бусинки, их вообще везде много, или ладонь со знаком 55. Кто-то произносит слова «О, дерево, удержи! О, дерево, удержи!». Кто-то использует подкову, кто-то колеса, кто-то какие-то деревья, кто-то собирает что-то на море. И все это с целью оберечься этим от несчастья или избавиться от него. И в это попало много людей. Поэтому в таких вещах нет исключения. То есть что-то, что можно было бы вешать на животных или детей или в машине или еще где-то. Давайте посмотрим на хозяина подобного автомобиля или опекуна-ребенка. Если он вешает голову быка, считая, что она влияет сама по себе, и то, что в ее власти сила принести пользу или избавить от вреда, то это будет большим ширком. Если же он воспринимает ее лишь как средство в достижении пользы или избавления от вреда, то это малый ширк. Если он является несведущим, то его надо обучить, как на это указывает хадис Эмрана. Если же его поступок не сопровождается каким-то убеждением, просто повесил веревочку, мы его спросим, зачем? Он отвечает, у меня нет каких-то убеждений, связанных с этим. Мы ему скажем, ты совершил большой грех, уподобился многобожникам и открыл врата зла для людей. Поэтому вешать что-то, как бы это ни выглядело, является запретным. Конечно, если кто-то скажет, я хочу повесить в свою машину розы, мы говорим, в этом нет проблем. Что касается дуа при выходе в путь или дуа, когда собираешься ехать на чем-то, то не надо вешать эти дуа, просто их надо заучить. А если не можешь заучить, то просто положить в бардачок. Некоторые говорят, положи Коран в машину, чтобы не было аварии. Мы ему ответим, у пророка, салаллаху алейхи ва салям, были верховые животные, и он ничего на них не вешал. Кораны были положены в машину, и происходило то, что происходило. Праведные предшественники не вешали ничего подобного. Всевышний Аллах не послал Коран, чтобы мы клали его в машины в виде амулета, или чтобы использовали как защиту для детей и тому подобное, так как в подобном халатное отношение к Корану. Если Коран вешать на детей, то на него может попасть их моча, или он будет входить с ним в туалет. Поэтому все это является запретным. Что касается амулетов, то если они будут не из Корана, то это шир. Если же это будет чем-то из Корана, то это будет запретным, так как будет попадать под общий запрет пророка, салаллаху алейхи ва салям, пользоваться заговорами и амулетами. Когда праведные предшественники используют слово «макрух», они имеют в виду запрет, как это пришло от Ибн Мас'уда. Мы говорили о том, каково положение тех, кто вешает амулеты. Либо он попал в большой ширк, либо маленький. Или является невежественным человеком, которого надо обучить. Если же кто-то делает это без убеждений, он все равно совершает большой грех. Потому что уподобляется и открыл двери зла для людей. И открыл двери зла для людей.